Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, всё, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит ещё одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас ещё то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модой Пиксельмон и добро пожаловать в наш пятый сезон, в 56 серию. Что мы будем делать в этой серии, я пока что не имею ни малейшего представления. Но, наверное, тоже будем делать, что всегда это дальше прокачать наших покемонов. Я предлагаю пойти на остров, потому что, как я, так я надеюсь и вы уже наконец-то хотите, чтобы мы докачали этот орб. И уже наконец-то заспавнили Артикуну. А после Артикуна нам, в принципе... Ой. А после Артикуна нам, в принципе, останется... Только найти... Там был босс, ну да ладно. Только найти алтарь Забдуса и, в принципе, заспавнить его. Если, конечно, мы это найдём. Но всё же, нужно будет постараться. Сколько нам осталось ещё? Ну, давай, прогружайся. 173. 173, ну, не так уж и много. Вроде даже меньше, чем сначала. Хотя, или чуть-чуть больше. Ладно. Что... Кого мы будем прокачивать в первую очередь? Наверное, мы прокачаем Эспиона. Потому что Эспиону осталось... Осталось, точнее, ещё 6 уровней. И мы можем выкладывать. Точно, ребята, я хочу сказать ещё спасибо тем, кто напомнил мне, что я забыл нафиг про Вапуриона. Я думал, мы уже сделали Иви Вапурион. И всё. Уже больше нам никого не нужно делать. Но оказалось, что нифига мы не сделали. И нам ещё нужно делать Ивапуриона. Фух, ну да ладно. Потом тогда сделаем. Значит, нам ещё нужно будет словить одну Иви. Потом. Так. Так, 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 так. А пока мы тут будем прокачиваться. Мы, в принципе, и Орд наш будем прокачивать. И когда наступит ночь, то даже есть шанс, что может, может кто-то выйдет погулять. Так как мы пришли в густи к Йогру. Я надеюсь, ты нас примешь очень вежливо. И, в принципе, может даже поздороваешься с нами, да? А пока, знаете, о чём я ещё хотел поговорить, ребята? Потому что уже накипело. Не воспринимайте. Это как оскорбление. Но недавно я увидел в одного человека. Я не буду называть имена, чтобы, в принципе, ну, не хочу называть имена. Но я думаю, многие догадаются, кто это. Человек, который тоже играет с Пиксельмоном. На последней его серии. Я не знаю, как ему в его черепок пришла вообще эта гениальная идея. Но, прикиньте, знаете, ребята, знаете, что он придумал? Музей покемонов. Я такой, когда увидел, я полчаса там сидел и смотрел. Ну, нифига себе. Ну, как тебе в голову пришла вот эта идея? Как ты мог придумать музей покемонов? И самое главное, что у него серия так и называется. Музей покемонов. И самое главное, что не какой-то склад покемонов, да? Допустим, что-то другое. Не хранилище покемонов. Не еще что-то другое. А именно музей покемонов. Мне это что-то напоминает, ребят. Вы не помните, у кого вот эта идея уже была? Кто вообще такой гениальный вот этот человек, который придумал музей покемонов? Кто? Я не знаю. А мы, наверное, знаете, а мы, наверное, у него украли вот эту идею. То есть мы как-то пошли в будущее и увидели, что он это придумает. Вернулись в прошлое и украли, да? Наверное. Самое главное это прикол. Вообще, такой прикол, ребят. Я извиняюсь, если вам это не хочется слышать или неинтересно, но просто это уже накипело. Честное слово. А в Шелдер у нас есть. Это уже, честное слово, просто накипело. То, что... Он даже, знаете, что сделал? В чем прикол? Что он даже так и делал. Что он добавляет в музей активных подписчиков. То есть не просто музей покемонов, а те подписчики, которые активно комментируют, да? Он их добавляет на статую в свой музей. Интересно, интересно. Настолько гениальная идея, что я прям не могу понять, как ты ее придумал. Но если тебе не хватает твоей тупой черепушки, чтобы придумать свое что-то новое, какую-то идею, то я уже не знаю, что тебе делать. Я не хочу никого оскорбить, я не хочу никого унизить, но просто это реально накипело. Что я стараюсь для вас, подписчиков, я стараюсь придумать что-то новое, чтобы вам было классно, чтобы вы видели, что я к вам тоже отлично отношусь и, в принципе, чтобы вам больше уделять внимания. А какая-то чурка безголовая приходит, видит классную идею, забирает ее в себе и выдает ее за свою идею. И все. Не спасибо, не пока. Но самое главное, что он даже, ладно, если бы он еще сказал там, да, например, вот ходил где-то там, увидел кого-то, ему понравилась вот эта идея, и он решил ее тоже себе взять, и, например, бы сказал, что он взял у того, у того, у того, потому что это классная идея. Или хотя бы попросил разрешения, то есть, вот, классная идея, можно я у тебя ее одолжил. Но нет, он просто у меня увидел, украл, мозгов не хватило даже на то, чтобы придумать свое название, так и назвал музей покемонов, так на подиумы ставит и покемонов, и даже украл то, что добавляет музей активных подписчиков, так как я делаю для вас. Это уже чересчур, но я уже не знаю. Ребят, я прошу прощения, но просто это уже накипело, честно. Просто своим тупым черепком, ну просто человек не может ничего придумать и просто идет и тырит идеи у тех, кто уже что-то придумал. Миллион фантазий, прям куча фантазий у тебя, чувак. Я не буду называть имена, но я думаю многие догадались о ком я говорю, но это просто жопа. Да ладно, можешь пользоваться, хоть подавись ты этой идеей, которую ты сам придумал, но это знаешь, что это мало того, что ни ума, ни фантазии, мало того, что ты просто степзил и даже не попросил, даже не сказал спасибо, даже ничего не сделал. Поэтому иди ты в жопу с такими идеями, потому что это даже, ну это даже, ну как это можно сказать? Это даже не по-нормальному, то есть вообще никакой благодарности, ничего, просто взял степзил и все. Ну да ладно, ребята, не будем о этом, не будем зацикливаться, просто хотел сказать, что накипело и что я в принципе думаю о таких людях, которые не могут ничего придумать и тыбзит просто. У других, ну, что-то увидели, украли и все, пока. Ну да ладно, аспион у ребят уже осталось 4 уровня, поэтому мы его уже прокачаем. Кстати, мы его тоже прокачиваем ночью и вот вдруг кто-то тут и заспавнится, может. Может, да, да, два чувака, которые тут живут, может заспавнитесь или нет? Эспи, пипеспи. Так, ну что, ребята, что я еще хотел сказать? Кстати, в этой серии мы будем добавлять новых людей в музей, их будет 9 штук, то есть 9 новых людей добавятся в музей. Так как я говорил, я еще раз повторюсь, для тех, кто не знает, как мы что добавляем. Чтобы очень не зацикливаться на музее, чтобы сезон не переходил в режим музей целой серии, да? Ой, не поки-хилл, спауна, поки-хилл. Чтобы не возвращаться к музею каждые пару минут и не вспоминать о нем, я сделал такое, что мы добавляем в музей каждую серию по 3 серии и по 3 человека. Потому что, кто смотрел, помните, как было на самом начале? Я добавлял в музей по 10-15 человек иногда, когда хватало места. И мы в музей проводили больше, чем полчасти серии. И это было, ну, не скажу, что очень круто, потому что мы долгое время там проводили и время, и это не очень круто. А так я потом решил, что 3 человека в одну серию, это будет как раз нормально, и, в принципе, о, это будет как раз нормально, и не будет занимать много времени. И, в принципе, мы не будем на этом сосредотачиваться очень много времени тоже. Поэтому я так, ребята, и сделал. А потом я сделал, чтобы не каждую серию даже туда ходить, мы будем добавлять людей раз в 3 серии. Ну, смотрите, если мы в 1 серии добавляем 3 человека, значит, в 2 серии мы добавляем 6 человек. И тем самым в 3 серии, значит, мы добавляем 9 человек. Поэтому, ребята, получается, что в этой серии мы будем добавлять 9 человек. Иногда же получается, что мы и 10 добавляем, и 11, и 12, но это зависит, когда как, когда сколько наберется, или, когда, в принципе, у меня будет желание больше человек добавить. Ну, или просто, когда захочу, что ли. Поэтому, ребята, в этой серии мы добавим 9 человек, и как раз эволюция Бульбасавра поздравим пузатенького. Не знаю, почему пузатенького, просто. Поэтому, ребята, в этой серии мы добавим 9 человек. Как раз 1 раз в 3 серии, и как раз каждая серия по 3 человека, значит, в 3 серии 9 человек. Ну что, Айвизавр, привет. Какой ты там уровень? 21-й, ни хрена себе, ты прокачался. Ну, короче, как я понял, никто не выходит, никто не хочет дружить с легенд. Но, зато следующая легенда у нас уже будет Арканайн. Какой нафиг Арканайн? Почему я сказал Арканайн? Артикуну, какой нафиг Арканайн? То есть, Артикуну еще осталось прокачать, чтобы его заспаниться стало еще 135 убийств, это не так уж и много. Поэтому, следующая легенда, по сути дела, будет Артикуна, если вот сейчас, конечно, кто-то тут не надумается заспаниться. Не надумает заспаниться. Знаете, ребята, вот сегодня утром я зашел в комментарии, я просто настолько удивился, какие все-таки мудаки где-то существуют. Я не знал, что мне делать, смеяться, рыдать или просто удивляться, или просто пойти, вынять свой мозг и нафиг выкинуть его и растоптать. Потому что я не мог на это смотреть. Расскажу вам. Захожу сегодня в комментарии, да, кто оставлял там комментарии, ну, вас, подписчиков, да, захожу, короче. Вижу какого-то нового чувака, нового подписчика, которого, ну, я еще раньше не видел, он сейчас, в принципе, наверное, зашел, нашел и подписался и решил смотреть видео. Короче. Зашел он на одно видео, написал, круто. Зашел он на второе видео, написал, ого, лайк. Зашел он на третье видео, написал, нифига себе, лойс. Походу дальше он облинился, зашел на четвертое видео, написал, лойс, на пятое лойс, на шестое лойс, 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 лойс. И это все он писал подряд, то есть он даже не заходил, не смотрел одно видео, как бы, новой подписчики, и потом комментировал. Потом еще видео посмотрел, опять комментировал, потому что очень хотел попасть в музей Он, короче, нашел, подписался, за пару минут просто заходил на все видео и поставил Лойс, 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 лойс Он так и писал, типа, лось, цитата, да? Лойс, лойс, лойс И потом, когда ему уже надоело, где-то на 15-м видео, когда ему уже надоело писать лойс Он, он уже, вот этот случай меня удивил Зашел, за пару минут оставил там 20 комментариев И даже не смотрел серии, а просто зашел и написал лойс, лойс, лойс на каждое видео И потом, когда ему уже надоело или дошел там, ну, до какого-то определенного количества видео Написал, Эдиса, ну, уже, знаете, такими, типа, матами уже даже начал Вот ты, и там, знаете, вот эти звездочки маты, как бы Вот ты, ла-ла-ла, добавляй меня в музей И сразу же за этим комментарием, через пару секунд, написал Ну чё, ты чё, вообще охренел? Я уже столько долго комментирую видео, я уже столько много комментариев на видео оставил Ты меня ещё до сих пор не добавил в музей Я такой сидел, я не знал, что мне делать Я просто хотел пойти куда-то, просто выплюнуть свои мозги, чтобы просто не думать об этом Какие же тупые иногда чурки бывают Не, ну вы прикиньте, что это, что это за, я не знаю, за чудак Что это за фрукты? Пришёл за пару минут, оставил 15 комментариев, даже не смотрел видео Просто написал, лойс, 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 лойс И сразу же за этими комментариями начал на меня гнать То есть, почему ты там, паскуда, не добавляешь меня в музей? Я уже столько много комментирую Во-первых, это было утром, я мог даже это не увидеть, потому что ты это всё писал за пару минут Как я мог увидеть, если я, например, там ещё спал или ещё что-то делал? Плюс к тому, люди комментируют по 10-20 серий каждыми днями и попадают в музей через какое-то время Потому что любой с вас сейчас может уже находиться в блокноте И просто ждать своей очереди, пока добавится в музей Он сошёл за пару минут, документировал, начал уже меня гнать Что, в принципе, ещё один минус, что не попадёт в музей, потому что он матами пишет Вот это всё И всё Эдисон, добавляй меня в музей, потому что я 5 комментариев оставил там за пару минут и всё Я не знаю, что с какими дебилами делать Я ещё раз, ребята, вас прошу Я вас прошу, умоляю Выделите мне поддержку Если вы видите любую чурку в комментариях, которая пишет Эдисон, я много комментирую, добавь меня в музей Или Эдисон, я оставил там уже комментарии, если я в списке или там в блокноте, да Или там Эдисон, ну что, я уже долго комментирую, почему ты меня не добавляешь в музей Ну посылайте их прям сразу в жопу Я вам даю разрешение, прям от меня посылайте в жопу Если видите, что человек заходит и просто комментирует для того, чтобы попасть в музей Пишите прямо так Иди в жопендрю И потом пьес от Эдисона, как уже многие делают Вы просто выделите мне поддержку и можно сказать, что вы будете модераторами Потому что вы будете следить Никто ли не несёт пургу всякую И никто ли не комментирует только для того, чтобы попасть в музей Потому что я уже, ну просто не перестаюсь И я не успеваю остановиться, чтобы не удивляться Каждый, каждый раз какие-то встречаются чурки То он гонит, то он два комментария оставил, уже отписывается и ставит дизлайк Потому что я его не добавляю в музей То ещё что-то Просто знаете, таким людям, ну не перестаёшь даже удивляться Это вообще с ума с этим можно, честно Ладно, пока мы разговаривали, мы уже неплохо даже ор прокачали Мы уже неплохо венозавра прокачали Мы неплохо эспиона прокачали Ладно, так как уже сейчас, в принципе, конец будет этой серии Мне так кажется, что мы уже, в принципе, скоро будем закачивать И поэтому, ребята, мы уже, наверное, топаем домой Быстренько Нам ещё людей добавить в музей нужно Но перед тем, как мы добавим музей, мы сделаем наш Не буду я копаться Наш старый обряд какой-то Во-первых, что я ещё хотел вам показать Я словил Шайни Лидиана вне серии Почему отпускать, если я могу его словить? Вот Шайни Лидиан, 27 уровень Жалко, конечно, что не Лидиба Но всё же Лидиан И Катерпи мы сейчас словили И вот эту чурку мы тоже сейчас словили, тоже Шайни Во-вторых, я заспавнил себе Алаказама Шайни То есть у нас был Шайни Кадабра, кто помнит, когда мы его ловили То я заспавнил себе Алаказама То есть, да, я взял и заспавнил, и дал себе его Кадабру удалил и заспавнил Алаказама Потому что, как вы знаете, Кадабра эволюционирует через обмен А так как я играю один, с кем я нафиг буду обмениваться? Я не знаю, если кто-то посчитает, что это читерство Тоже посылайте в жопу, потому что это даже не смешно Вот, например, магнитон же тоже эволюционирует через Через трейд, да? То есть его нужно запихнуть в трейд-машину, чтобы он эволюционировал А как я его нафиг эволюционирую? С кем я буду вообще их эволюционировать? Я так подбежу, наверное, к свинке О, свинка, привет! Мне нужно эволюционировать магнитона в магнезона Держи! Давай мне кого-то Ага, дал? Ну, отлично! Тогда я тебе возвращаю и вертай мне уже Возвращай мне эволюционировано магнитона в магнезона Так должно быть и потому что я, если сейчас не представляю Если кто-то напишет, что я читер, то это прям уже с ума сойти Как мы делали в предыдущих сезонах с теми покемонами, которые эволюционируют с помощью трейд-машины Мы делали нормальным путем без читерства, без даже малейшего намека на читерства Мы берем шапочку, с помощью которой эволюционирует данный покемон, да? Что мы делали? Мы не берем с креатива болы, мы не тратим свои болы Мы просто берем бесплатный бол и ловим сразу того покемона То есть мы не тратимся с креатива, не берем Мы просто перемещаем одного покемона в бесплатный бол А свой бол отдаем, можно и так сказать Тогда как мы делали? Поке спаун Сначала включаем гейммон Хотя даже... хотя... Ну в принципе ладно, пускай, чтобы так Как мы делали? Поке спаун Магнизон Шайни, потому что у нас магнитон шайни Магнизон шайни И я даже заспавлю такой левел Такой же, как наш покемон Вот так, тридцать девятый Главное, не нападай на нас Вот так Да не нападай, чтобы не тратить бол Я бы убил нафиг Кто это придумал? Ну кто это придумал, что ты не можешь убежать от покемона? Убил Убил бы нафиг Где ты? Ты куда убежал, чурка? Вот Мы не тратим свой бол Мы не берем с креатива Мы просто заменяем свой бол на другой Дальше Что мы делаем? Мы берем нашего магнитона Который у нас Удаляем И на его место берем его в следующей эволюции Которая эволюционирует только с помощью трейд машины Гоппа Мы прокачали покемона, который эволюционирует только через трейд Плюс к тому Мы берем ту шапку Я даже берем ту шапку С помощью которой он эволюционирует И просто-напросто выкидываю ее Чтобы даже не говорили, что я оставил себе шапку Просто выкидываю ее Все Что мы сделали? Мы даже отдали шапку С помощью которой он эволюционирует Хотя отдавать некуда Потому что мы трейд машиной не пользуемся Мы отдали своего 39 уровня Заспавнили следующую эволюцию 39 уровня Не отдали ни свой бол Не взяли с креатива Просто Отдали свой бол И заспавнили его в новый Бесплатный Все, ребята Нету ни малейшего читерства Я надеюсь, все со мной согласны Что в принципе все честно Что за фигня? Я же удалил Бак какой-то что ли Так, ну ладно Не будем мы долго тут париться А знаете, что я только что в креативе случайно заметил? Где это? Вот У нас есть кораблики Ребята Не хотите построить какой-то Сделать какой-то кораблик? Знаете, какой у меня есть Какая идейка? Вот тут где-то проход сделать Тут пирс такой Или как это называется То есть приход Пароходов Вот этих кораблей Да Чтобы они тут стояли Мы в принципе будем тут идти Если что смотреть Забегать Любоваться вот этим всем Возле нашего музея Садиться Может даже в тот же корабль И может куда-то даже плыть Для разнообразия Куда мы тут можем выплыть? Ну вот Куда-то сюда Или например даже не тут сделать А даже где-то в океане сделать Чтобы было еще прикольнее Мне кажется В принципе даже разнообразие будет Я надеюсь все со мной согласны Согласны Что это будет круто Так Тут Знаете Знаете, ребят Что мы будем делать? Я просто смотрю В воде никого нету Да Сейчас Я ничего не говорю Потому что я не знаю Что с этим творится тут С этими пролагиваниями Ну В принципе уже сами должны знать Что В музее покемонов Уже настолько много Что уже ФПС настолько проседает Что уже глючи даже без шейдеров Поэтому это нужно как-то Смотреть Так Ну что, ребята Быстренько я открою свой списочек И посмотрю Сколько Точнее Кто у нас дальше идет по списку И кого нам В данный момент добавлять У меня сейчас Просто невероятно Что-то глючит То ли комп То ли майн То ли я не знаю почему У меня полчаса От какое-то окошко открывается И даже сейчас Есть какие-то провисания А знаете Что нам еще нужно сделать? Дорогие друзья Я и забыл Если честно Пайпс Нет, не вот это Мы же шайни словили Зелененький Манки Прошлой или позапрошлой серии Мы же шайни словили А вот тут тогда еще можно добавить Шакл О чем мы паримся? Шакл, да? Шайни, но как бы Не меняется текстурка Поэтому Ой Да твою Поэтому знаете Как-то Все равно Какой он будет Ну что Кто у нас дальше идет По списку Первый У списка Который уже дошел До сих пор У нас стоит Хомчикмен Поздравляю чувак Ты попал в музей Дальше Я просто смотрю Нету ли тут Эволюции Которую мы уже сделали Но вроде нет Больше эволюции нету Значит Продолжаем отсюда Пипинсир Дальше у нас идет По списку Станислав Попик Который комментировал У нас был уже в списке Но я его потом удалил Потому что он перестал комментировать И сейчас походу Он опять вернулся И опять можно сказать Начал комментировать Дальше по списку У нас идет Мистер Мелсон Поздравляю вас обоих Что вы попали в музей Дальше по списку У нас идет На главного пипинсира Монтайм Скайлайн Я буду записывать Так как у вас называется имя Потому что я сам имя Не буду вам придумывать А если вы имеете желание Поменять имя Все что вам нужно Это просто написать в комментариях Мол Эдисон Я хочу поменять такое имя Я нахожусь на таком-то покемоне С таким-то именем Поменяй на другое имя И напишите какое В принципе я поменяю Если вы хотите этого Также я забыл Я забыл добавить Гипно 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 Хотя мы уже его давным-давно Эволюционировали Вот так Дальше Кто у нас идет по списку Дальше у нас идет Флашерс Ну ладно Тогда Хотя нет Почему я Почему я тут Вот сюда Вот так Поздравляю Я наверное вот так напишу Захочешь поменять имя Напишешь поменять Вот так Дальше у нас по списку идет Салимжан Бакиев Тоже поздравляю И на главного розовенького Гипно Точнее На последний эволюс Как бы Нет Не сюда Вот сюда Вот И на кривую ручку Как раз розовенький цвет Няшный И всякое такое Как раз для Девочки Да Дальше у нас На анжи Нет Да че ты не попад Да твою нафиг Ну почему Ну именно тот удаляется Который нам не нужен Чтобы удалился А вот это Венонат Я не знаю какой там Размер Вроде такой Так Дальше у нас Кто попадает дальше у нас На Веноната Вячеслав Касим Поздравляю И последний человек Который попадет В этой серии В музей Это у нас Твою мать Во Нифига себе Последний человек Это у нас Бека В принципе Пускай будет так записано Все ребята На этом мы заканчиваем Прямо тут наверное Сейчас мы еще покушаем Быстренько Это сюда Это сюда Уже докушаем рыбку Напоследок Ультимейт босс Ну как 350 207 350 207 Желтенький Это круто Так Ну что Давайте еще убьем И наверное Уже на этом Заканчиваем Заканчиваем Куча всего Но не то что было бы Нужно Что Что Само больше нужно Все ребята На этом мы уже Заканчиваем Прямо тут Я надеюсь вам понравилась Серия Я надеюсь вы поставите лайк И ставите свой комментарий Лайк для того чтобы Вторая серия По вашему желанию Вышла сегодня Если наберем 500 лайков А комментарий для того Чтобы попасть в музей Не расстраиваемся Если вы не попали в музей Попадете позже Просто нужно ждать Своей очереди Сегодня попали 9 людей Но может вы Дальше находитесь Может в данный момент Вы уже следующий в списке То есть Через 2-3 серии Вы уже попадете в музей То есть может вы уже Даже сейчас Находитесь в списке Поэтому ребят Не нужно расстраиваться И все на этом Мы заканчиваем Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем за просмотр Всем удачи ребята И всем Пока